Много какие виды спорта еще нравились уже по ходу занятий самбо, и футбол, и все игровые. То есть самбо на самом деле включает в себя все. И для мальчика, и для мужчины это, я думаю, один из самых универсальных видов спорта, которыми он действительно должен заниматься. В единоборствах вообще, во всех, и самбо в частности, есть что-то такое, что дает мужчине уверенность в себе. Это действительно процесс становления из мальчика, превращения в настоящего мужчину. И это речь не только о развитии физическом, это действительно сплачивает, это действительно делает ребят взрослее. Возрослее они учатся дружить, учатся настоящим мужским отношениям. И мало что может в жизни для ребенка, для мальчика заменить это. Особенно, когда есть какие-то такие яркие примеры в виде тренера моего. Я увидел его, захотел заниматься, и всю полжизни стремился быть таким же, как он. Саитов Халиль Аглямович, он также приехал в этом же 80-м году, когда я начал заниматься сам. Также в Кустову приехал, получилось так, что вот мы только-только в этом городе стали жить и сразу же познакомились. Я очень быстро почувствовал, что такое борьба, почувствовал непосредственно вот это удовольствие от контакта во время тренировок, во время борьбы. И поэтому вот действительно то, что называется мое. Первые соревнования свои я боролся в весовой категории до 29 килограмм. Я занял второе место, это было первенство города, и встречался в то время с Алексеем Архиповым, в финале проиграл ему, он стал победителем. Мы еще были просто дети, и никто не знал, что из нас получится, но уже тогда вот этот дух соревновательства и упорных сопротивлений друг к другу, он был на ковре. Я потом стал чуть тяжелее и боролся в другой категории, но первые свои соревнования боролся как раз с Алексеем. Так получилось, что довольно рано получилось выполнить и разряд мастера спорта. Мы в 16 лет на первенстве Советского Союза выполнили вот ребята нашего возраста. Это Александр Дунаев, Сергей Лоповок, Сергей Кучерявый, Ольшевский Константин, Данилов Николай. Я вот, мы все стали кто победителем, кто призерами, мы стали мастерами спорта. Тогда международных соревнований еще не проводилось в этом возрасте. И уже спустя год мы боролись на молодежном первенстве. И так получилось, что сразу с первого же листа, с первой же попытки я выиграл первенство Советского Союза вместе с Александром Дунаевым. И сразу же попали, можно сказать, на мировую арену, на международные соревнования. И психологически было действительно очень трудно. При том, что все происходило очень далеко в Канаде. И волнение, и вообще надо понимать, что 88-й год никогда не видели даже за границей вообще в общем и целом. А тут так далеко, сразу за океан, бороться на оперенстве мира. Это были самые первые международные старты. И слава Богу, что получилось справиться с волнением. Очень помог Евгений Есин, когда я вышел в финал уже с известным тогда болгарином Иваном Неттовым, с которым многие наши кставчане боролись. И Есин, Евгений, и Лебедев Александр. Он был в качестве фаворита, а я вот как новичок. И у него не удавалось выиграть до этого у кставчан. И узнав, что приехал неизвестный парень в моем лице, он был уверен, что он выиграет. Он ходил об этом, говорил вслух, говорил так, чтобы я это слышал, добавляя мне волнение. Но, слава Богу, получилось справиться с волнением. И все предварительные схватки я выиграл с явным преимуществом и болевыми приемами. А в финале вот с Иваном Неттовым очень такая упорная схватка получилась. Но удалось выиграть, сделал свой коронный прием в то время с упором стопы в живот. И победителем первенства мира стал, конечно, ощущение незабываемое. И от поездки вообще в целом. И мир удалось посмотреть. Еще и медали. Привезли мы в 88-м году три золотых медали вот с этого первенства и чемпионата мира в Монреале. Евгений Николаевич выиграл тогда свое очередное золото в мужском разряде. А мы с Сашей Дунаевым выиграли первенство мира. Вот это был первый старт на международной арене. И вот так он прошел успешно для нас. Были такие интересные, с одной стороны веселые случаи, а с другой стороны они характеризуют, насколько все-таки спорт такая серьезная вещь. В 92-м году на чемпионате России в Твери, который проходил, я гонял очень много вес. С Сергеем и Луповком жили в лагере. Ну и немножко вместе с тренировками набрал еще и веса. Вот. И пришлось гонять очень много килограмм. И последние уже дни ходил очень такой подсушенный прилично. Вот. И в конечном итоге, за несколько часов до взвешивания, в гостиничном номере с Сергеем жили мы вместе, разговаривали, разговаривали. И он говорит, ты что-то перестал говорить в этот момент. И когда подошел, он понял, что я просто потерял сознание. Вот. Он еще разговаривал какое-то время, а я уже был в отключке в это время. Ну, такой случай запомнился просто. Ну, тяжело было временами, когда придерживали вес. Поэтому есть что вспомнить. Есть что рассказать своим детям в плане воспитания даже того же. Потому что спорт без того, что нужно победить в первую очередь себя, а не своего соперника, очень показателен. Да, мы когда стали уже заниматься на высоком таком уровне, на всесоюзном, на международном, Кстовскую школу самбо уже знали. Те великие спортсмены, которые были до нашего поколения, это Медведев, Восягин, Есин. Очень много людей, которые уже к тому моменту прославили Кстовскую школу самбо. И она была уже на тот момент очень известна как одна из самых лучших школ партера. Я хоть сам в партере не блистал, знал в нем все, но это не мой козырь был. У меня больше все-таки техника была в стойке. Но Кстовскую школу самбо знали уже и в мире. Ну и я уж не говорю, там в Советском Союзе, в России, само собой. Мы уже шли по проторенным каким-то таким дорогам. К нам было определенное отношение, уважительное отношение. И это то, что тебе дает какую-то с одной стороны поддержку, что ты представитель такой вот великой школы, а с другой стороны накладывает там определенную ответственность. Потому что знают, что если выходит кстовский самбист, он никогда не включит заднюю, он будет биться до конца. Все мы отличались тем, что у нас была очень большая выносливость. Мы могли очень долго сопротивляться, например, не уронив соперника, но тогда, когда бьешься до конца, в любом случае появляется возможность схватки. Вот именно за счет этой выносливости, за счет того, что ты идешь до конца побеждать. У меня были схватки, которые я выигрывал на последних секундах. Проигрывая на протяжении шести минут по счету, то на последней секунде бросал на четыре балла и выигрывал очень ответственные схватки. На Кубке России, например, я выиграл своего соперника и товарища Диму Рубашко. И вот обошел его, скажем так. По сути схватки уже всем казалось, что я уже проиграл. Михаил Геннадьевич – великий человек. Я не так много работал с ним, как с тренером. То есть это прямо буквально, я помню, несколько эпизодов, когда на тренировке встречались. Я помню, несколько раз он в партер меня зазывал бороться. Мне там было очень некомфортно, потому что он очень жесткий борец был в партере. И я не очень любил такую борьбу. И избегал, честно говоря, этих схваток. Тренер действительно великий. Тренер, который зародил эту школу не на словах, а на деле. Главный принцип – это очень много нужно тренироваться для того, чтобы добиться результата. И все тренеры, которые продолжали его дело и работали в Кустовской школе самбо, у нас не было тренеров, которые воспитывали только очень одаренных и талантливых ребят, которые становились чемпионами. Здесь все воспитывали в первую очередь трудяк. Гений Бурдикова в первую очередь в том, что он очень умел объединять людей, очень умел заинтересовать своими идеями. Наверное, только поэтому могла появиться такая школа, как Кустовская школа самбо и в дальнейшем Академия. Ну и то, что он сумел собрать прекрасный просто тренерский коллектив, которые заражены этой идеей, идеей развития самбо в городе, превратили его в культ в нашем городе. И действительно мало кто в городе Кустовы из мужской половины не занимался борьбой с самбо. Больше или меньше, но это так. Редактор субтитров А.Семкин